Девушки отдыхают Что ее часть нельзя показывать без купюр Корреспондент Михаил Федотов Первым оказавшийся на месте трагедии Сам едва сдерживает эмоции Вокруг десятки тел Мужчин, женщин и детей Это кабина пилота Все, что от меня осталось Все поле усыпано телами Все поле Конечно, для меня лично это был Полный шок Мурашки по коже Ну, собственно, сразу же нам удалось пообщаться С очевидцами этой трагедии С ополченцами Ну и, конечно, они говорили, что это дело рук Украинских военных И что это сделали нелюди Вот видны останки одного из двигателей Сюда упали крылья В которых располагаются баки с горючим У самолета оставался большой запас топлива Именно поэтому земля здесь полностью выгорела Тела пассажиров рокового рейса Находили в радиусе 40 километров Не пристегнутых Фактически всех Давление выбросило из разгерметизированного салона Это может говорить только об одном Летчики не догадывались Что через несколько секунд Ситуация выйдет из-под контроля Все системы самолета работали в штатном режиме Пока Кабину пилотов Обнаружили на другом конце поля Стойки шасси упали на территорию соседнего села Именно поэтому эксперты сразу заявили Самолет разлетелся на части задолго до падения Падало пол самолета В принципе, хвостовика не было вроде бы А самолет так резко пошел вниз И взрыв был А это последнее видео Из салона разбившегося Боинга Пассажиры раскладывают свои вещи На фоне слышен спокойный голос командира экипажа Он просит выключить мобильное и приготовиться к взлету Ролик выложил студент Али Салим Написав в примечании, что нервничает И уповает на господа Самолет был сбит в 19.00 По московскому времени К этому времени лайнер уже 5 часов находился в полете Хорошая погода не мешала пассажирам Свободно перемещаться по просторному салону Стюардессы по расписанию подавали ужин Скорее всего, пассажиры и члены экипажа Даже не поняли, что произошло 298 человек погибли мгновенно Любая другая катастрофа, повлекшая такое количество жертв Сопровождалась бы в первую очередь соболезнованиями Требованиями провести независимое расследование И категорическим отказом в комментариях о причине крушения Любая другая, но не эта Высокопоставленные чины правительств США, Великобритании и Украины В первые же часы после трагедии заявили Им известно, кто стрелял И до сих пор, несмотря на все представленные доказательства Политики, ответственные за развязывание Гражданской войны на Украине Как заклинание твердят В падении самолета виноваты русские Экспертиза, которую сейчас проводят Голландские специалисты Возможно, расставит точки над Ки Но даже в этом случае Многие сомневаются, что позиция Запада Существенно изменится Российская сторона заявила Мы представили данные с наших радаров По ним видно, что поблизости находится этот украинский самолет По крайней мере, они так сделали Почему бы вам не представить свои? К сожалению, Мэтт, я не имею права рассекречивать информацию Я не понимаю, как вы можете говорить, что все, что говорим мы, это правда А все, что говорит Россия, это ложь Я этого не говорила Я сказала, что не считая нас двумя равнозаслуживающими доверия сторонами Если речь идет о наших публичных заявлениях о конфликте на Украине И вы говорите о том, что США заслуживает большего доверия, чем Россия Я даже не намерена удостаивать этот вопрос ответа Вот та самая конференция, на которую ссылался журналист В отличие от западных коллег, российские эксперты тщательно изучили факты Прежде чем делать столь категоричные заявления В итоге Москва представила детальный доклад Раскрыв все карты перед международным сообществом По странному стечению обстоятельств Параллельным курсом с малазийским воином следовал украинский штурмовик Российскими средствами контроля воздушной обстановки Зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС Предположительно Су-25 По своим характеристикам Су-25 способен кратковременно достигать высоты в 10 тысяч метров С какой целью боевой самолет совершал полет по воздушной трассе Гражданской авиации? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос Эксперты говорят, что украинским военным ничего не стоило опровергнуть все обвинения Для этого достаточно было лишь раскрыть полетные задания частей ВВС в этот день Но и эти данные киевские власти засекретили Киев сейчас похож на ребенка, который разбил родительскую вазу И судорожно пытаются скрыть следы преступления, склеить вазу, либо даже ее снести Понятно, что данная ситуация ставит крайне неудобное положение и официальных покровителей Киева в Вашингтоне Совершенно очевидно, что присоветлив госдепы даже президент СССР Эксперты отмечают еще одно странное обстоятельство Ощущение, что комментарии к трагедии на Украине были готовы заранее Специалистов не покидало ни на минуту Уже через два часа после патастрофы в сети появляется некая запись Которую киевские власти без тени сомнений выдают за переговоры сепаратистов Взбивших малазийский Боинг Эксперты говорят, что качество этой подделки, мягко говоря, невысокое Судя по всему, никто не сомневался Западные партнеры проверять информацию не будут Только что сбили самолет, группа минера за Енакиева упал Летчики, где летчики? Поехали искать и фотографировать сбитый самолет А сколько минут назад? Ну, 30 минут назад где-то Самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской Первые двухсотые, нашли первого двухсотого А первые двухсотые? Да, гражданские В первом фрагменте у нас есть наименование населенного пункта И речь идет о сбитом самолете При этом в данном фрагменте нет никаких указаний на то, что это речь именно о Боинге С технической точки зрения автомонтаж Если мы посмотрим спектр, то на спектре очень четко видны провалы Видны дыры в тех местах, где записи компоновались И еще один ролик, оказавшийся на вооружении Украины Заголовок сообщает Отработавшая по гражданскому самолету установка БУК Спешно вывозится в Россию Компромат работает только там, где не знают русского языка И не знакомы с географией На видео попал рекламный баннер с адресом автосалона Днепропетровская, дом 34 Значит, съемка велась в Красноармейский, который еще с 11 мая находится под контролем украинской армии Именно на такие доказательства и опирались представители США, когда заявляли, что им все известно Откуда вы знаете, что ракету запустили с территории, контролированной пророссийскими ополченцами? Мы знаем, что у пророссийских сепаратистов система БУК появилась в понедельник, 14 июля Эти данные взяты из перехватов переговоров Они выложены в YouTube украинским правительством А у вас еще что-нибудь есть, кроме того, что выложено в соцсетях? Мы уже говорили, как мы оцениваем произошедшее И очень жестко оцениваем Если будет еще какая-то информация, мы будем рады ей поделиться Но пока мы основываемся на информации из открытых источников Подобные заявления уже вызвали серьезный скандал в американской прессе Многие обыватели не могут поверить, что Центральное разведывательное управление Бюджет которого исчисляется миллиардами долларов Вынуждено пользоваться исключительно социальными сетями И это при том, что самые высокопоставленные представители США заявляли, что Располагают собственными видеозаписями и фотографиями, подтверждающими вину России В уничтожении малазийского Боинга В том, что у американской разведки действительно могут быть нити и снимки Сомневаться не приходится По странному стечению обстоятельств Именно в момент крушения над этим районом Проходил спутник, предназначенный для обнаружения и отслеживания пусков ракет Но передавать их международным экспертам США не торопятся Ополчение не располагает средствами ПВО, которые позволили бы сбить этот самолет Наши средства ПВО бьют на высоту до 3000 метров Самолет летел на высоте 10600 метров Соответственно, сбит ополчением он никак не мог быть Эксперты Министерства обороны России в свою очередь продемонстрировали снимки из космоса На которых запечатлены установки ПВО вооруженных сил Украины Расположенные в 8 километрах от Луганска На фото самоходная установка и две пуска заряжающих машины Судя по этим кадрам, заявления представителей США о том, что в районе трагедии не было украинских буков Мягко говоря, не точны Как некорректны и утверждения о том, что стреляли именно сепаратисты Было заявлено, что данные технической разведки США и фотографии со спутников Подтверждают пуск ракеты с территории, контролируемой повстанцами Вопрос А где эти данные? Почему они не представлены общественности? Их, с позволения сказать, еще доделывают? Почему не прокомментированы данные с брифинга Министерства обороны? Кстати, один из четверых американских экспертов сказал, что, судя по сообщениям СМИ, Россия может быть причастна к созданию условий для пуска ракеты Хорошо, конечно, что трое из этих четырех промолчали Этот четвертый, бросаясь такими обвинениями, способен как-то их документировать? Или это опять какая-то заданность? Американские представители исключили причастность украинских военных, поскольку, мол, самолет летел вне зоны действия ракет У меня возникает вопрос Эти американцы готовы отвечать за то, что это так? Или же, может быть, сказать просто ничего? Вопрос, зачем батареи украинских войск понадобилось передислоцировать в эту точку, если у полченцев нет самолетов, так же остался без ответа Конференция Генштаба вообще не слишком заинтересовала западных журналистов Вместо этого они ловили каждое слово от руководства СБУ Украины С самого начала в выпусках передач ведущих западных каналов на сознание европейского обывателя и вообще западного обывателя накладывалась сетка, такая матрица на сознание Шли кадры 1983 года, сбитый советской ПВО, южнокорейский самолет И после этого уже шли сообщения о том, что, опять же, Россия виновата в том, что был уничтожен Малайзийский Боинг То есть проводились прямые аналогии, подтасовка фактов Поискать пропавшие буки многие эксперты посоветовали у губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского Олигарх, который после переворота обзавелся своей собственной армией Обладает практически неограниченными военными возможностями И часто даже не считает нужным докладывать о своих действиях киевским властям По совпадению, Коломойскому принадлежат несколько украинских авиакомпаний А кроме того, он контролирует диспетчерскую службу Ту самую, которая отдала указание изменить маршрут малазийского Боинга Отклонение гражданского судна от курса по-прежнему остается ключевым вопросом До Донецка самолет следовал в установленном коридоре А затем свернул на 14 километров севернее Конечно, не по воле пилотов, это была команда диспетчеров Но вот зачем понадобилось вести самолет именно над зоной боевых действий, остается загадкой У Коломойского, как мы знаем, есть и своя армия Экипированная хорошо вооруженная армия, в которой есть и танки, и бронетранспортеры И боевые машины пехоты, и реактивное вооружение Вот здесь возникает еще один вопрос Нет ли у Коломойского в его армии самолетов и ракетных систем БУК И вот здесь, мне кажется, что вот этот запрет общаться диспетчерам Запрет со стороны непосредственно на спецслужб Украины В этом вопросе запрет диспетчерам Днепропетровска общаться Это как раз прямое свидетельство того, что есть причастность Коломойского Конечно, самый простой путь отмести все подозрения Просто передать в распоряжение Международной комиссии переговоры украинских диспетчеров Но это так и не было сделано Наоборот, киевские власти постарались максимально затруднить получение черных ящиков Которые могут пролить свет на причины трагедии Безопасных экспертов, приехавших на юго-восток Украины, чтобы собрать доказательства Обеспечивали только ополченцы А Национальная гвардия, по удивительному совпадению, именно в этот день открыла шквальный огонь по территории, где работала Международная комиссия Связь между авиадиспетчером и экипажем воздушного судна, естественно, пишется как на земле Есть средства объективного контроля, так и пишется на так называемые черные ящики Черные ящики, которые находились на самолетке, все равно откроют правду И о чем экипаж с диспетчером говорили Какие указания диспетчер давал, какие условия полета были Все записано в любом случае на черных ящиках Я не понимаю позицию украинской стороны, службы безопасности Украины Здесь просто идет затягивание и попытка увести куда-то в сторону Между тем, среди множества игнорируемых версий причин катастрофы появилась еще одна Стало известно, что в день трагедии подразделения ПВО Украинских вооруженных сил получили приказ провести тренировку по, цитирую, отработке снятия с блокировки системы пуска ракет Вероятно, как раз с этими тренировками была связана необычная активность РЛС в квадрате, где произошло крушение лайнера и о чем замалчивали киевские власти Надо сказать, что до последнего времени подобные учения с участием буков на Украине были запрещены Это связано с трагедией 2001 года, когда их средства ПВО сбили гражданский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив-Новосибир